МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире программа новинный регион. У студии Катерина Градницкая. Витаю вас и сегодня у выпуска глядите. Презентация Могилевской области в Москве дозволила умасовать уже яснуючую совези и вызнажить перспективы дальнейшей суместной работы. Дни Могилевской области пройшли в Москве. От 5 до 10 миллиметров опадков за некольких годин. Перший снег в области. Высадять плодовые и листовые древы в Подмикольском парке, в дворах. Могилевшина рыхтуется до субботника. А теперь больше подробязно. Российская Федерация застается галлонным, стратегичным партнером Могилевской области. Про это поведоми у старшиня Могилевского Абл-Выконкама у Владимир Доманевский подчас презентации региона в Москве. 73% продукции, что экспортуется, приходится минавито на российский рынок. Дни Могилевской области в Москве дозволят заховать станущую динамику. Подробязности с места подзею в наступном материале. У днях Могилевской области в Москве удельничали керовники буйных промысловых предприемств и представники уладов або двух боков. Подея была богата на бизнес-сустрече и культурное мероприемство. Галлонной пляцовкой стало посольство Республики Беларусь у России. Могилевская область супрацовничает со 120 краинами света. И такие комплексные презентации сприяют росту товара обороту. Подчас пленарного посяжения Могилевский облаконкам подписают документы об супрацовничестве с префектурой у Сходней администрационной округи города Москвы и у Радом Тульской области. Я хочу сказать, что в целом на уровне государства хорошо развиваются отношения. Но на региональном уровне мы ближе к людям и мы можем более тоньше и правильнее понимать, что нужно самим людям, жителям и Могилевской области, и городу Москва. На Москву доводится больше за 13% экспорту Могилевской области. Але и у инших российских регионах вядома добрая якость продукции, якую вырабляют наши предприемства. Конкретно сказать, что уже после этого мы получим какие-то контракты, нет. Но самое главное, многие у нас еще лучше узнают. Узнают наши возможности, узнают способность нашей удовлетворять потребность людей. Мое значение и распознавальность продукции. Так, Могилевский мясокомбинат дякручетесным сувезем со спожилцами, распрацевал новую упаковку и гандлевый знак. И под этим знаком в Российской Федерации будет продаваться только продукция Могилевского мясокомбината. Наука и медицина – так само важные сферы регионального взаимодействия. Погоднение об супрацовнестве подписали Могилевская городская больница худкой медицинской допомоги и Московская клиничная больница имя Иноземцева. Фактически мы идентичные больницы по количеству коек по видам оказания медицинской помощи. Такие сустречи гэта обмен вопытом у Шерогу Накерунка у социальным, культурным, туристичным, гандлево-экономичным. И або два баки упэлнены, йон пойдет на карысть. Вытворцы шакают новых контрактов покупники якосной продукции. Алена Соловьева, Віталь Бобси, Уновин региона, Москва, Россия. Перший снег, по словам синоптиков, за некальки годин ночи на территории Могилевской области выпала от 5 до 10 мм опадков. Вышиня снежного покрыва на 9 годин ранецы местами досягала 10 см. У Могилеве, например, 6 см. С 2 годин ночи до 10 годин ранецы у Могилеве отбылось 7 дорожно-транспортных здареньев. По словам инспекторов, личба невеликая, востольки наступствы 2 хавары тяжкие. Загородная трасса поворот на агрогородок Кадзина. Тут лоб у лоб затыкнулись а Фольксваген и Тойота. А пошни, кажуть, инспектор выехал на сустречную, на кольки моцный бы удар сверчать по шкоджению автомобилю. Произошло лобовое столкновение, в результате которого пострадало 5 человек. По словам инспекторов, сярод потерпелых было двухгодовое детяти. Его у тяжким стан не забрали в больницу. Зараз в обставенных аварий разбираются и инспекторы, и следшие. Еще одна ранешняя авария отбылась на проспекте Мира в областном центре. Легковый автомобиль выехал на сустречную, а потом урезался у светловую опору. Водитель машины отрымал травмы. По словах правооховников, одним из факторов, який мог привести до аварийной ситуации, могла стать слизкая дорога. Межтым, синоптики в ближайшие дни знову прогнозуют опадки выглядят даже и снегом. Тому держат инспекторы рают автомобилистам обирать небеспечную худкость, тримать дистанцию и боковый интервал. Быть особливо уважливыми побыч с пешеходными переходами. Наталья Ильинч, Юрий Ауласов, Новинар Геона. А на пожары в Краснопольском районе загинул 61-годовый мужчина. Як поведомили у службе 101, пожар отбылся в приватном жилом доме. Коли выретовальники прибылі до места здарэня будына гарэв открытым полумем. Дах и перекрыцё обваліліся. Падчас ліквідацію згарання пад обломками конструкции яны знайшли тела господара дома. Спеціалисты высветляюць причыну пожару. А у Бабруйску мясовый жыхар удары у жанчыну контролёра энергосбыту и спустил на яе собак при гэта поведомили у комитете Белэнерго. Инцидент отбывся у одним з приватных подворю, коли контролёра обила плановый обход абоненту и здымала показания лечильников. Хозяин дома по улице Жлобинской впустил её домой, дал возможность проверить показания и уже при выходе препятствовал её выходу за пределы своего землепользования, избил и натравил собак. Получается, что на призыв о помощі соседі неравнодушны откликнулись, помогли её вызвались. Между контролёром бобрульских электрических сетей и хозяином дома возник конфликт, в ходе которого мужчина ударил женщину. Выходя со двора дома, уже у калитки её кусила собака, которая находилась во дворе дома без привязи. Жанчину шпитализовали, а мужчину затримали. Як поведомили правооховники, ён ранее тройче протягиваются до криминальной отказности миновито за нанесение телесных подшкодженьев. Теперь милиционеры высветляют причины и обставины здоровья. Следшие выращают пытания про разведение криминальной справы. Наталья Юдакимова, Сергей Кропяков, Константин Шауцол, Новин Региона. Два электробусы, что подарило до 750-ти годзе Могилёва китайская провинция Хунань, прибыли в областный центр. Зараз электробусы, яким присвоены назвы Могилёв и Хунань, размещены на часовое заховывание у троллейбусным парку номер один Могилёва. Предприемство Могилёв Абл Аутотранс проводит мытные операции, что связанное с их декларованием. Социальная выставочная зала открылась у Кличовским краезнавшим музеем. Тут разгорнулася экспозиция «Творчость без межа». Ее удельники особливые маэстры, які не зауседы могут презентовать свои работы широкой публици. Состарелые люди с обмежованными махшимостями ветераны. На выставе представлено 210 работ от 48 удельников. Працуют у розных на прамках вышелка, малевания, створения, лялек. Причем кожную работу можно набыть для уластной коллекции. Мы, как музейные работники, например, мы ощущали нехватку такого качественно оформленного выставочного пространства. Это место, где могли бы собираться творческие люди, где они могли бы достойно представить свои работы. Дарэчжи маэстры не промянули выступить из яшчэ одной пропановой. Ладзить такие выставы кермаши не только у выставочной зале, а и на галоны площади города. Великие работы, как кашули, как сорочки, как рушники. Над ними не сядешь одну хвилиночку. И тому безумовно гэтые работы повинны каштовать у саправднага маэстры дорого. Стварение такой залы стало махчымым у тымліку и дякуючи патрымцы проекта ААН. На гэту инициативу выдатковали каля 8 тысяч евро. А у Снежни укличаве плануют запустить яшчэ дві инициативы на экологічну и социальную тематику. Дарей Семянькодзе не збутылен новины региона. Больш за 500 древа высадзеть у Магилюзским Падникольским парку патчас суботника. Нагадаем, на 28-е Кастрышника у Магилюзской области запланована масштабная уборка. Гэта будзе свая саблівая падрыхтовка до зимы. Областным центры и районах выйдусь прибирать у парках, скверах, зеленых зонах и, конечно, у дворах. Так, дни годы очистили его территорию от хмызняку и спиловали небезпечные древы. Для формирования нового дендропарку высадзеть саджанцы листовых и навод плодовых древов. А так само 260 туй. Их плануюць разместить уздуш водозаборного объекта, дзеёць камеры видеоназирання. Про гэта поведомили у Гарвыканками. Увугуле у листопадзе Падникольский парк плануюць обсталевать системой видеоназирання. Усих необыяковых запрашают долучиться до суботника и обещают забеспечить усім необходным инвентаром. Наприклад, только у Могилёві у дельников вауборцы плануюця не менее за 50 тысяч долучайтеся. Старт на объектах у 9.00. Задума аутара головной утворы. У Могилёві международный фестиваль анимацийных фильмов анимаёвка. У 20-ый раз фест представляет левшую анимацию из усягу света. 240 фильмов из 46 стран. Жюры начали проглядать конкурсные работы. Идуть майстер-классы и творческие встречи. Як створяется фильм? Пластелиновы ті маляваны, што цікаво глядачу, якие при створении фильма бывают в складанності. Про великое мастерство анимации со школьниками гутарыв уладальник гран-при минулогоднего фестивалю Степан Беруков. Увагу буде завертать на усе аспекты. Все вместе и история, и как она рассказана, и каким языком, с точки зрения анимации, движения, все вместе, художественное решение тоже. Жюры проглядила некольких годин досланных работ. Нагадаем, для конкурсной программы экспертная комиссия одобрала 111 анимацийных фильмов дорослых и детячих. Зразумела у кожного свой погляд на кино. Ценить и судить о качестве это настолько субъективно. Но, тем не менее, должен быть главный фильм, который интересен широкому зрителю. Обовязково повинна быть добрая история, вельми важна створение в образе. Я маю на увазе дизайн, не меньше важный и звук, бо он несет мощную эмоционную нагрузку у анимации. Есть фильмы, конечно, добрая до сахарной патоки, но, как правило, на это есть определенный расчет. Достаточно много появляется сейчас фильмов таких жестких, острых, с элементами даже страха и прочее. Но это все, наверное, то, что волнует авторов, то, что, в нашей жизни происходит, это все неизбежным образом отражается и в анимации. В первую дел у анимации берут картины из Тимора, Мьянмы, Объединенных Арабских Эмиратов, Тайланда, Ругвая, Филиппин и Пауднево-Африканской республики. Переможцы у сярод детей и дорослых вызначить в 19 номинациях. Анимаюка только началась, журы проглядить еще не один десяток работ. Могилючане и гости города так само смогут побачить все конкурсные работы. Открытый экран для кинотеатра И у Могилеве протягивается музычный фестиваль Золотый Шлягер. Это великая культурная восенская подея, что дня у Палацы культуры в области артисты из разных краин радуют публику песнями и старыми мелодиями. У музычной четвер на Золотым Шлягерой концерт джазовой музыки. Зуделом американца Квентіна Мура, музычных коллективов з Минска и вядомой латышской спевачки Вольги Пирахс. З гэты нагоды Вольга Пирахс рассказала у интервью телерадо компании Могилев, что ниша ностальгичной музыки на ее думку не заполнена. Люди хочут слухать популярные у минулом песни и не просто треки у интернете, а на живых концертах, як на Золотым Шлягеры. Что для вас Золотой Шлягер? Песня, композиция? На самом деле, конечно, в моем понимании, что это у меня масса таких песен. Я очень люблю на самом деле петь, и когда меня спрашивают спойте свою любимую песню, я не могу спеть. А вот тяжело ответить на этот вопрос. Потому что музыка, конечно, живет с самого детства. Если говорить даже от двух лет, то я пела парней так много холостых, а я люблю женатого. А уже позже появились... Шлягеров много внутри живет, Жолотых. на них мы и росли. Интервью латышской спевачки Вольги Пиракс глядзите у информационно-аналитичной программе днями, а концерты Золотого Шлягера протягиваются. У пятницу выступить оркестр баянистов из России. У субботу два концерта оркестра Михаила Финберга и ансамбля Синяя Птушка. А у неделю отбудется урочистая закрытие музычных ретрофестивалю у Могилеве. Каучек с частинкой Мошу Святой Матроны Московской будет перенесены у городский храм. У Могилевской епархии поведомили, блаженной можно поклониться у Могилеве у Подникольске монастыры до субботы до 28-го Кастрышника. А у неделю ранецы верники будут сустракать каучек у городе Горки у храме Спарительница Хлябов. Миновита у гэты дни свята образа. А на гэтым поколюсё я с вами развитвуюся. До сустрэчы. Глядзите на наш на нашем сайте